Я не хочу, чтобы было все опять так, потому что я знаю, что там ужасно, я не знаю, как я это все время там жила. Я не хочу, чтобы было все. И угрозы забрать детей в интернат. Одесса, Черемушки. Обычная пятиэтажная хрущевка на Гайдара. На первом этаже всего на 18 квадратных метрах жилой площади однокомнатной квартиры ютится большая семья Сухарчу. Двое взрослых женщин и пятеро детей. Три младших мальчика постоянно норовят куда-то залезть и что-то ухватить. Шум и гам. Но сестра Таня особо этим не тяготится. Говорит, так даже интереснее. То, что они младше, мне как-то, ну, наоборот, веселее, потому что, когда мы играемся, такое ощущение, что я тоже их не был возраст. У ее двоюродной сестры Ани другой взгляд на детские шалости. У девчонки много дел помимо школы. Рисования, танцы. Ей 14. И любой шум она воспринимает как повод для скандала. Особенно по выходным. Она уже решила, когда вырастет, в ее семье много детей не будет. Как я смотрю, моей тете и моей сестре как бы сложно с ними справляться, поэтому два ребенка где-то вот так вот хватит. Одна комната, которая разделена пополам гипсокартоном или чем там, я не знаю. Вот. В одной половине живет старшая со своей дочкой, а во второй половине живет она с четырьмя детьми вот в этой крохотной маленькой комнатушке. Это сейчас в одной квартире живут юридически две семьи. Одна Ирины, другая Натальи. Отделились друг от друга фанерной перегородкой и всячески пытаются избегать крупных скандалов. А еще 20 лет назад сестры жили тут со своей мамой Анной Никитичной. Семью знал весь двор. Мама дворником работала. Был отец у Наташи. Он помогал ей тоже. Ну, как сложились так обстоятельства, он ушел из семьи. Но все равно. Мама воспитывала двоих. Была возможностью матери. Она бралась за любую работу. Хорошие девочки, развитые девочки, здоровенькие были, спортивные такие. Правда, не было возможности у нее отдать куда-то там кружок или что-то, но они такие тоже. Хорошо они учились в этой школе, 60 лет, и все. Закончили школу. Мать Ирины и Натальи, Анна Никитична, приехала в Одессу в начале 60-х из Орловской области. Тут как дворник получила служебную квартиру. Вышла замуж, родила дочерей. Как положено, стала на квартирный учет. Стояла на учете, добивалась. Стояла, даже, можно сказать, первая была на учете. Но потом, как вы понимаете, очередь сдвигалась и не дожила бедная. Проработала 18 лет. Должны были ей дать трехкомнатную квартиру. Но она, получается, у нее перенесла пять операций и пошла по инвалидности. И стояла на очереди, продолжала стоять на очереди при Росполкоме. В начале 90-х пришла очередь семьи Сухарчук. Правда, Анна Никитична с дочерьми осталась без папы. Муж ушел из семьи. Но все равно, не трехкомнатную, так двухкомнатную должны были вот-вот получить. Все-таки на первом месте в очереди. Но время шло, другие претенденты уже вселялись в новые квартиры, а Сухарчуки так и продолжали ютиться в однокомнатную. Она стояла на двухкомнатную. И уже потом, через какое-то время, она была первая. Задние получали, а она так и не получила. И умерла. Она пошла добиваться, почему я стою первая, а под номером два получили. Я стою первая, и я не получила. И, получается, мы пошли с ней вдвоем, я как помню, и забрала ее скорую. Анна Никитична перенесла несколько операций. Однажды просто махнула на все. Мол, если чиновники загонят меня в гроб, то на кого я детей оставлю? У нее давление было, наша операция перенесла сколько, понимаете, это же тоже на здоровье как-то сказывается. И она говорит, чем у меня прибьет давление, вот ее слова как помню. Прибьет давление, я вас оставлю с веротами. После этой квартиры, извините за грубость, подавятся. Это были ее слова, как помню. После смерти матери дочери попытались восстановить справедливость и получить положенное по закону. Тем более, что у каждой из них уже были собственные дети. Но тут оказалось, что чиновники попросту потеряли их документы в своих многочисленных ящиках. Когда мама умерла, каким-то образом Наташа как-то вылетела просто вместе с Ирой, вылетели с учета. Она подходила, спрашивала, в райисполкоме тоже была, кстати, спрашивала их. Они говорят, восстанавливайтесь по новой. А восстанавливаться по новой, это она, получается, будет опять последняя в очереди. То есть они не восстанавливали ей документы. Я заказала справки с МБТИ, потом прихожу в райадминистрацию, а он мне говорит, у меня нету ваших документов. Я говорю, как же нету, если я вам приносила, а вы мне давали направление в МБТИ. Ну и так, хотите, ищите. Ну знаете, постояла, постояла и пошла. Ирина с Наташей совсем не похожи на разовощеких мечтательниц. Да и работа в местном ЖЭКе и на заводе железобетонных изделий не способствует сладостным иллюзиям. Сестры пытались вернуть свое место в очереди. Начали писать письма. От Собеса до администрации президента. Реакция была незамедлительной. У Натальи детей забрали в приют. Когда я начинаю куда-то ходить, меня сразу начинают упрекать тем, что я оставляю детей от них дома. Тот приют дети запомнили на всю жизнь. Она, когда что-то мне сделала не так, она сразу заставляла нас приседать. Если даже падаешь, она все равно сказала, вставай, приседай. Он перепугался и он не мог разговаривать. Вот она его водила специально к врачу, но пока мальчик, еще страх у него остался. А так нормально, дети хорошо развиваются. Общественники помогли, соседи заступились. Детей Натальи вернули. Мы подписывались. Кто ее знает, хорошо, мы подписывались. Но, к сожалению, она вот хотела, чтобы ей помогли. Там хотя бы балкончик какой-то пристроиться или что-то. Но пока никаких результатов нет. И вот до сих пор она действительно бедная. Она скатается вот в этой коматушечке. Одна вот эта с детками, все. Условия плохие, конечно. Во-первых, что мне очень нравится, то, что она любит детей. И она ни разу его не прикрикнет вообще. Она настолько тихо, спокойна, что у нее дети очень послушные. Они слушают с первого слова ее. И заботятся то бананы, то еще что-то. Это видно. Она хорошая, действительно, и любит их, и заботится. И они всегда опрятные. Я не могу сказать, что они голодные, хоть где-то попрошайничать. Нет, такого никогда не было. Все самое лучшее, все самое первое, все самое самое самое. Для своих детей делает. Бедненькая бегает во все, как говорится, двери стучатся. Ну, я не знаю, или ее не хотят услышать. Наталья не может даже приткнуть младших в один детский садик. Ей уже скоро из декрета выходить. Но в садах не хотят возиться с многодетными. Садик она пыталась дать. Она все оформила, оббегала всех, вплоть до мэра. Повела. С одного садика их вытурнули, потому что им не подходит так. Я с ней вот ходила в архитектуру. Потом ходили мы на Куликовом поле, там есть вот эта стекляшка, там есть тоже по делам. Ей сказали, что нечего было столько рожать. Да, даже так у него было до такой степени. В прошлом году в гости к семье Сухарчук заехал уполномоченный по делам детей. Даже чего-то напоручал чиновникам. Да все бестолку. Сухарчики до сих пор мечтают о своем жилье. Я бы хотела, чтобы у нас была такая вот, знаете, как отдельная квартира, да. Там нужно было бы, чтобы наши дети там тоже бегали. И чтобы не было вот этого, что мальчики идите в комнату, и потому что вас там будут ругать. Чтобы не ссорились, чтобы находили общий язык и как бы, ну, жить раздельно.